Приветствую вас. Первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы используете термин статистичный. Как ни парадоксально, но за этим термином вы прячетесь, вы защищаетесь этим термином, потому что за этим словом ничего не стоит, за этим словом теряется, главное, человечность, за этим словом теряется, главное, суть того, что с вами происходит и с вашим отцом. Я предлагаю этот термин вам раскрыть, что это значит. Если мы говорим о определенной жестокости, если мы говорим об определенной отстраненности, эмоциональной холодности, отдаленности человека и его стремлении причинить боль, согласитесь, это не то же самое, что вы сказали, что мы имеем дело с человеком, который имеет большие проблемы с эмоциями, а именно с тем, что он себя не чувствует. Такие люди причиняют страдания другому человеку, в частности, близкому человеку, ну потому что больше некому, для того, чтобы почувствовать хоть что-то. С точки зрения субъектной идет полное отрицание границ другого человека. Когда границ другого человека нет, то очень похоже на, насколько можно себе это представить, на постоянно расширяющуюся вселенную, которая по сути определяет сама себя. Определение человеком самостоятельно на 100% самого себя без ощущения границ других людей, подобно свободному парению в невесомости, депривации. Депривация – это термин, означающий отрыв от восприятия, отрыв от ощущения чего-либо вообще. Это то, что чувствуют люди, такие как ваш отец. Отец. Я не уверен, что вы в силу ряда причин, конечно, понимаете это, я не уверен, что вы в силу ряда причин воспринимаете это, я не уверен, что вы в силу ряда причин видите человечность своего отца. Именно человечность, человеческий конфликт, человеческий страх, страх, человеческое желание, человеческое несовершенство и так далее. Условно говоря, вы деидеализируете вы его отца. То есть представляете вы неким злом, неким идолом. Что, конечно, является неправдой. Следующий важный момент, помимо того, что вам нужно думать и следовать в этом направлении. Следующий важный момент, заключается в том, что если у одного человека личный границ, для одного человека личный границ, другого не существует, то для другого человека не существует своих границ, но существуют границы других людей. И когда, тогда, не сложно догадаться, что личные границы, личными границами такого человека становятся личные границы других людей. Именно этим продиктовано ваше желание себя наказать. Наказывая, вы ограждаете себя, защищаете себя через боль, конечно. И тем самым обретаете хоть и неприятное, болезненное чувство стабильности, ясности, понимания какого-то и так далее. В тот момент, в тот момент, когда вы себя наказываете, мир разделяется на черное и белое. Вам четко становится ясно, вот это хорошо, это плохо, так надо, так не надо. Иными словами, вы не доверяете себе, иными словами, вы не прислушиваетесь к себе. Основания и причины недоверия себе, почему я не доверяю себе, что во мне не так, что я себе не доверяю, нуждаются в вашем изучении. И, соответственно, в подтверждении к критике. Следующий момент. Чувство вины. Или стыда. Которые, скорее всего, у вас присутствуют. Наиболее часто за ними стоит агрессия. Подавленная агрессия. Которую вы, в свою очередь, в свое время не выразили агрессору, торгающемуся в ваше пространство лично. Здесь, я бы рекомендовал вам следующее. Во-первых, необходимо проживать и проговаривать то, что вы чувствовали во время взаимодействия с отцом. Станово прожить те эпизоды, которые вас сейчас волнуют. Прожить. Может быть, прокричать. Но самое главное вспомнить, когда будете проживать, вспомнить, чего вам в тот момент хотелось. И выразить это. Так будет закрепляться несколько иная модель поведения. Если это повторять, со временем данная модель поведения станет доминирующей. Потому что идет она от вас. Не от отца, а от вас. Вы представляете себе ситуацию, в которой вам было, например, очень больно, или обидно, или стыдно. И начинаете ее проживать. Прислушиваете к себе. И выражаете, в том числе, вербально движениями, если нужно. Выражаете то, что чувствуется. Это вы. Сейчас я себя потеряла. Следующий момент. Вы считаете, что можете себя наказывать. За что? С чего вы решили, что вы можете себя наказывать? Подверните сомнению эту позицию. Что я могу себя наказывать. Какое вы имеете право себя наказывать? Следующий момент. Вы опишите, что, значит, разбор этого на сеансах не особо помог. Во-первых, сколько вы разбирали. Это может быть длительный процесс. Второе, помог в чем. То есть не очень понятен ваш запрос. Дело в том, что человеку, который заменяет свои границы границами других людей, такой человек очень часто не хочет что-то менять. По факту. Потому что ему привычно и страшно жить по-другому. Ведь вы, по сути, не несете никакой личной ответственности за себя. По факту вы заменяете эту ответственность и ответственность других людей. И вы ее боитесь, потому что вы себе не доверяете. И процесс это постепенный. Процесс взятой ответственности. Поэтому о какой именно помощи вы говорите, здесь мне не совсем понятно. Вы также спрашиваете, какие приемы и техники есть. Вы пишите, я знаю, что есть приемы, еще различные приемы и техники. И пишите знак вопроса. Честно говоря, я не очень понимаю здесь контекст. Так вы знаете или спрашиваете? Техники и приемы, конечно, и есть. Но вот с чего вы решили, что вы, клиент, можете их использовать, не имея психологического образования и практики? Большой вопрос. Дальше. Вы пишите, я знаю, что если я зову на терапию. Нет, на терапию никто никого не зовет. Но если есть запрос, как, например, у вас, то лично я считаю своим долгом сказать, что подобная-подобная проблема решается только посредством психотерапии и никак иначе. Тем более психологи не дают своих советы. Это не этично, это не профессионально, а самое главное бесполезно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Продолжение следует... Продолжение следует. Продолжение следует...